Тротуар. Отблокай тротуар. Юпус мерк тротуар около. А где-то мерк тротуар. А где-то мерк? Тротуар. Где-то ланки. Да где-то ланки. Очередной скандал в самом центре города. Жильцы дома по адресу Банелевску-Бадони, 57, и директор туристической компании, арендующей здесь офис, не поделили квадратные метры. То есть изначально, когда-то, в 99-м году, разрешили сделать пристройку на 2 метра, сегодня разрешили сделать еще на 7. Вот единственный газон, который остался, деревьев уже нету, вот его тоже не будет уже. И этого газона не будет. Тротуара не будет. Фактически мы со всех сторон оккупированы магазинами и банками. Пешеходная зона, вот там они ее закрыли. Нас это тоже не устраивает. И потом здесь, если будет ресторан, значит, будут машины, будет все загорожено. Мы не знаем, что будет. Может, будет кафе, может, будет банк. Но оно расширяется, оно выходит на пешеходную зону. И нас, конечно, это не устраивает. Где мы, как мы будем ходить. Местные владельцы нежилых площадей с целью их расширения огородили здание забором. Жителей даже не спросили, хотят ли они таких нововведений и готовы ли они уступить часть своего жизненного пространства. Вообще никого не спрашивали, никому не подходили. Мы вчера собрали подписи, что все от начала до самого высокого этажа, все против. Они говорят, что вы даже не договорились с ними, то есть можно, нельзя спросили. Мы не делаем конструкцию, мы не делаем реконструкцию. Мы не делаем конструкцию, мы не делаем конструкцию. Он прячется каждый день. Каждый день. Вот видите, как он выходит, показывает и пять минут и уходит. Около часа жители дома и представители компании, задумавшие свое расширение, спорили, проводили математические расчеты, но друг друга так и не услышали. Я не был пророков. Знаете что будет? Если здесь будет защита собственных «продукты» то есть? Да, да. Да? Да это да. Да, да, да. Да, да, да. Дай-ка и одевременности. Можно построить государство. Ну, да, иди стой. А здесь будет строителям, что здесь хорошая. Палахашка, да. Блокашка, да? Что это зажило? Я скажу еще раз. Еще раз? Еще раз? Еще раз? Раз. Я тоже загадок. А вот и они не требуются. Они не требуются. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Иди сюда! У нас есть люди, люди. Мы будем делать это. Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! А это Бонолеско Бодонек. А это Александр, который был. Иди сюда, как это надо. Кто дежурный? 25 килограмм. На разборе полетов присутствовал и некий Октавиан. Он представился юристом компании-арендатора, но фамилии так и не назвал. Как, впрочем, и сам директор этой фирмы, ссылаясь на то, что он и без того очень известная персона. За обоими пришлось изрядно побегать. На все вопросы юрист отвечал, что придет с аргументами позже. Здесь все абсолютно законно, говорят они. Поэтому не может быть и тени сомнений. Это абсолютно легально. В центре Российской конструкции легально. Абсолютно. Легально это или нет, но перспективы взаимопонимания сторон пока не видно. Зато четко просматривается ставшая типичная для молдавской столицы картина. Все разрешительные документы на расширение территории арендаторам и владельцам нежилых помещений столичная мэрия выдает без учета интересов жителей домов. Как следствие, все это выливается в скандалы с самоуправством, затянувшиеся конфликты и долгие судебные разбирательства, что, согласитесь, отравляет жизнь кишиневцев и не красит столицу. Нетрудно предсказать и дальнейшую судьбу реконструкции с расширением офисов по улице Банулеску-Бадони, 57. Наталья Чайковская, Александр Смирнов, Игорь Сеиранов, Ведомости. Спасибо. Спасибо.